Он не только хранитель, но и свидетель истории. Сегодня свой юбилей отмечает участник Великой Отечественной войны и ветеран музейного дела Анатолий Степанович Дерипаска. Ему исполнилось 90 лет. Он прошел две войны, преодолел все тяготы и через всю свою долгую жизнь пронес любовь к родине. Самыми сокровенными воспоминаниями Анатолий Степанович поделился с Екатериной Ковалевой. Когда война началась, на второй день всех мужчин нашего села забрали в армию. И мы уже подростки, начали взрослую жизнь. Великую Отечественную войну Анатолий Степанович застал в седьмом классе. Тогда ему было 15 лет. На фронт не брали, работал в колхозе. Пережил две оккупации. После первого освобождения Белгорода вступил в охранный отряд. С трофейным оружием мы дежурили по ночам. Потому что оставались и группы небольшие немцев еще на нашей территории. Весной 43-го года его призвали на работу по строительству оборонительных сооружений. Мы рыли оккупы, противотанковые рвы. Здесь норма была 7 кубометров земли надо за день проработать. И всю эту работу каждый день мы военным саперам должны ждать. А позже была армия и Дальневосточный фронт, где он стал младшим сержантом и командиром отделения снайперов. И даже после окончания Великой Отечественной войны для него не закончилась. После победы над Германией он продолжил защищать границы Отечества от японских агрессоров. Всего отдал военному делу 58 лет. В духе служения Отечеству воспитал своего сына. Это блестящая прожитая жизнь. Жизнь служения своей стране, своему народу. Да, это блестящий пример. Несмотря на все невзгоды, какие пришлось пережить, это солнечный человек с солнечным характером. Как и отец, Александр тоже связал свою жизнь с военной службой. Закончил Ленинградскую военно-воздушную инженерную академию. Сегодня он офицер в отставке. В этот день приехал к отцу, чтобы ещё раз сказать спасибо за то, что всегда был примером непоколебимой воли и мужества. Екатерина Ковалёва и Евгений Кротов. Новости Мира Белогория.